Всем привет, кто подходит в чадик. Давайте, потопали в третий данж. Третий данж это у нас самый долгий получается, то есть здесь три босса будет. Нужно нам его пройти за сегодня, постараться. Келлинг, это парировать будешь. Я не знаю, можно поучиться. Давайте попробуем. Икструдик тоже привет. Мне казалось, ты бухтел, что сегодня тоже не будет стрима. Ну, вообще да, я бухтел, что сегодня стрима не будет. Но что-то я подумал, типа, вот я сейчас ролик один доделал, получается. Да, кстати, ребят, ролик, последний в своем роде ролик, то есть последний в цикле видео, уже доступен для спонсоров, если что, на ютубе. И сабов на твиче. Так что, кто саб и не сидит в дискорде, быстренько залетаем и смотрим. Завтра он, соответственно, будет доступен для всех. Такая вот история. Вот, и я, короче, допилил ролик. И думаю, такой, блин, ковырять сейчас второй как-то вообще не хочется. Я его, скорее всего, все равно ночью буду ковырять. Поэтому нет смысла сейчас что-то делать. А что сидеть, да, без дела? Весь вечер. Дай-ка, думаю, подрублю. Так, окей. Надо немножко подразмяться. Вспомнить, что к чему. И надо научиться парировать. Да, кстати, у нас обучалка по парированию до сих пор висит. До сих пор она висит. Запыл напомнить, без получения урона. А, ну на светозарном, да. Ну, как бы светозарный, это как раз-таки показатель того, насколько ты хорошо закрепил босса. Если ты на светозарном можешь его пройти, то... Ну, уж точно пройдешь обычным способом. Правда, на светозарном все-таки у некоторых боссов бывают такие рандомные моменты. Как у той же лучезарности. Или, знаешь, какие-нибудь боссы типа Марму. Это вообще забей. Типа... Именно научиться проходить без урона Марму, мне кажется, невозможно. Это... Босс тупо как повезет тебе. Собственно, так я и прошел Марму на светозарном. Чисто гриндил. Пока не повезло. Так, 200% таймера жадного убийства. Окей. Я, кстати, вот этот таймер жадного убийства, я вообще на него как-то время... Ну, не обращаю внимания. Вообще, это вроде как полезная штука. Типа, можно больше денег фармить с этого. Надо как-то следить за этим. Будешь смотреть неонебис на Ичио. Я участвовал в закрытом бета-тесте неонебис. Очень прикольная штука. Это такой, знаешь, Айзек... В виде... Как-то правильно. Ну, короче, с видом сбоку. Вот. Я просто пытаюсь не получить урон. И сформулировать мысль. Немножко тяжело. Давайте учиться парировать, чат. Надо научиться. Пошла жара. Ага. Окей. Ага. Ага. Окей. Слушайте, уже получается. Аааа. Не, не получается, забейте. Ха-ха-ха-ха. Окей. Давай, учимся, чат. Опа. Ну, снаряды легко парировать, на самом деле. Они довольно долго летят. Я хочу сказать. Вот, смотрите. Опа. Снаряды изи. А вот тычки... Милишные. Вот их тяжело. Ну, окей. Потопали дальше. Спасибо за видео, порадовал. Пожалуйста. Пожалуйста. Рад, что тебе понравилось. Чувствую, когда раньше видео для спонсоров были эксклюзивные онлиформи. Да, кстати, экструдик у нас первый спонсор на ютубе. И до сих пор им числится. Есть такое. Раньше видео были эксклюзивными для экструдика. Опа. Слушайте, я, по-моему, привык к парированию. Как бы это странно не звучало из моих уст. Ну, посмотрите, что творю. Осталось с боссом то же самое сделать. Удобно то, что парирование не тратит твои стамины. То есть, перекат мало того, что он как бы долго длится, да, и ты тратишь время, которое мог подамажить, например. Но он еще и стамину жрет. А парирование не жрет. Парирование это халява. Так, давайте возьмем все сразу. За денюжку. Нормально. Немножко карапшина наловили, но ничего страшного. Марму это бессмертная андайн, но щит у него. Блин, а... Подожди, а как связаны андайн и марму? Обожаю играть в Рор 2 с рандомами. Играть за инжа, но не получать грибов, потому что их забирают. Вот, кстати, да. Большая проблема есть в Роре, когда ты играешь с рандомами. Они просто берут все шмотки подряд. Иногда даже отжимают у тебя шмотки с босса. То есть вот банально убили босса, и там же каждому получается по шмотке, да. И кто-нибудь возьмет и все три сразу заберет. Такой кек. Поэтому в Рор на самом деле играть только вот в коопе с проверенными людьми. И только с ними. Оба. Оба. Найс. Слушайте, а вот эту хрень можно спарировать, интересно. Честно говоря, я не хочу проверять. Но вдруг можно. А-а-а. Ну, чё, чё за дела. Помянем. Ой, как хорошо. Найс. Ну, блин, ну мы уже половину хп потеряли. И словили одну порчу. Ой, одно проклятие. А, перепутал с Маркотом. Кстати, где вепка? Ну, я сегодня такой. Ленивый стример. Так что сорян. Если хочешь очень много оригинальных игр. Да, я знаю, есть такой сайт, где инди-разработчики выкладывают свои игры. Зачастую даже бесплатно. Там всякие демки по тесте и так далее. Но, блин. На стриме такие вещи ковырять рисково. Если честно. Потому что... Вот как мы играли в закрытый тест Вест оф Дед. И через 15 минут его оффнули. Лучше уж дождаться, когда игра вот прям полностью выйдет нормально. Но следить как бы за играми можно. Оттуда. Это да. Так, что у нас здесь? За каждого убитого врага минус порча. Стремительные атаки на ночь. Три удара по линии. Так, это понятно. Стоп. А, это дву ручка. Окей. Я подумал, что... Одна ручка и... Три удара. Так, лезвие уклонения со вторичной серии восстанавливает выносливость полностью. Ха. Вот это, кстати, интересно. Что значит уклонение со вторичной серии? Ну, вторичная серия это понятно, типа... Пара ударов первым оружием и... Удар вторым. Но после этого уклонения... Делать или чё? Или, типа, имеется в виду, что ты... Вот, когда двигаешься во время атаки и уворачиваешься... То ты восстанавливаешь стамину. Хороший вопрос. Ну, это такое. Пистолеты здесь слабые довольно-таки. Давайте оружие возьмём. Вот... Кинжал. Кинжал надо брать, кровотечение, глазик, грибок. Но вот если ты играешь с андромами, ты хрен соберёшь. Да... Там ни на кого не соберёшь билд, если честно. Потому что, на самом деле, к каждому персонажу... Ну, почти к каждому... Нужны какие-то вот прям конкретные шмотки. Больше, чем остальным. Компас кинжалом даёт время неуязвимости. Там мизерная штука, капец. Мне нравится в кинжалах то, что... Атака кинжала отменяет атаки врагов. Вот, чё мне нравится. О боже, мы словили худшее проклятие в игре, ребят. А теперь мобы в темноте инвизные. Надо факел таскать. Ну, же вопрос, в чём разница между Роглайт и Роглайк? Роглайт... Что ж, что я сказал? Роглайк это когда вот ты начал игру, умер, и всё. И у тебя с чистого лица, с чистого листа начинается всё. Роглайт имеет в себе какую-то мета-прогрессию, какие-то анлоки и прочую историю, которые тебе упрощают прохождение дальше. Ну и плюс, да, Роглайк это всё-таки больше такое, знаете... Ну, по крайней мере, в моём восприятии это... Больше такое РПГшное, что ли, что-то. То есть, по сути, какая-нибудь пошаговая как раз-таки РПГшка, просто с процедурной генерацией и пермосмертью. Вот. Я так-то расцениваю. Но это не очень точно. Конечно. О боже, я не увидел моба. Ф. Да, ребят, проблематично будет нам. Ну, короче говоря, да. Если есть какая-то мета-прогрессия в игре, то это Роглайт, по сути. А когда ты вот именно умер, и у тебя всё по-новой началось, то это Рогалик именно. Ё-моё, ребят. Но чё-то надо снимать это проклятие. Тихо. Прям страшно. Ой-ой-ой, прям на тоненького. Ну, у нас отхил хороший с кинжала идёт, поэтому, я думаю, мы не умрём в ближайшее время, да. Так, у нас не хватает денег. О, возьмём Корабшин, пофиг. Чё там опущены большинство изначальных фич жанра Роглайт. Подожди, Роглайт пошёл после Роглайков, если уж на то пошло. Поэтому, скорее, в Роглайте добавлены фичи, а не Роглайки опущены. Тогда, Айзек, нельзя считать Роглайком, он Роглайт. О, подожди. Есть разница между тем, влияют ли анлоки на твоё прохождение или нет. Скажем так, если есть какие-то анлоки, которые вот прям супер упрощают игру, то да, это не Рогалик. Но в Айзеке там же чисто персонажи, какие-то шмотки, наверняка, и всё, да. Я, конечно, не эксперт по Айзеку. Что за игра? Недавно наткнулся на канал, зашёл на стрим. Кюрс оф зе дед готс. Рогалик про чувака, который зашёл, получается, в какой-то храм в темноте. И он тут заперт оказался. Ситинг такой, знаешь, что-то типа древних цивилизаций майя, инки, ацтеки. Что-то подобное. По сути, бегаем, находим какие-то шмотки, релики. И пытаемся выжить. Здесь есть прикольная система с проклятиями. То есть, ты получаешь вот эту порчу, да, которая справа внизу. И когда набирается у тебя шкала полностью, то ты ловишь какое-то проклятие. Вот, допустим, вот сейчас я словил проклятие, то, что мобы в темноте невидимые. То есть, мне надо светить на них, чтобы их увидеть. Вот. Но большинство проклятий здесь не такие вредные. Они скорее как лунарайты мы в Рискуфрейне. То есть, они имеют какой-то негативный эффект, но его можно использовать для себя. Например, там, не знаю, горящие мобы могут взрываться. И ты можешь это использовать, чтобы взрывать толпу, например. А может, ты будешь взрываться сам вместе с ними. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Такая вот история. Ну, более подробно, я не знаю, я сделал на прошлом стриме водный забег по этой игре, но, блин, я хотел его вырезать и выложить на канал, но что-то он какой-то хреновый получился. Я, наверное, вне стрима завтра запишу, как проснусь забег и выложу его сразу. Потому что, вот, чтобы отвечать на такие вопросы, надо вот прям полностью об игре рассказать. какие тут фишки есть и так далее. Подношение золотом снимает 5 единиц с порчи. Э, такое. Криты. Криты исцеляют 10% нанесенного урона. У меня и так хил есть. Я ничего не буду брать, наверное, здесь. Хотя можно рерольнуться, попробовать. 10% урона от кинжалов. О, это интересно. Хм. Агу возьмем. Тем более, за деньги можно взять. Хатаке Какасии. Если я правильно прочел ник. Куда я попал, спрашивает. Хороший вопрос. Куда ты попал? Ты попал, сейчас скажу, куда. В храм Ягуара ты попал. Вот куда. Если тебя это беспокоит. Про Дес Гэмбит знаю, да. Я не знаю, какое-то время я хотел в нее поиграть, но потом что-то как-то она незаметно так прошла мимо меня и сейчас уже как-то особо смысла нет на нее заходить. Говорят, прикольная игра, кто-то говорит, что не очень игра. Но, скажем так, она у меня в списке желаемого есть, но я не приобретал ее. Что будет, если пять проклятий собрать? Пятое проклятие, оно фатальное. Оно здесь всегда одно. Короче говоря, твое ХП опускается постепенно до единицы. Вот. То есть, тут суть в том, чтобы если ты даже хочешь брать проклятие, не дойти до пятого. Иначе будет очень больно. Будешь как с проклятым мечом бегать. Гугать на то, как парить на кресле. А, точно, я же кто-то спросил. Я же скинул фотку того, как я сделал, получается, акустический поролон у себя здесь по красоте, чтобы эхо меньше было. И кто-то спросил, есть ли у меня ноги. Я ответил, что я левитирую в кресле просто. Так, что у нас здесь? Уклонение делает... О, вот это, кстати, крутая штука. Уклонение у нас получается, знаете, как в Дарк Соусе есть какое-то колечко, по-моему, или я не помню, что. Короче, делает перекат вот таким. Больше времени уязвимости, больше... Ну, дальше перекат. Но при этом у нас теряется идеальный перекат, который восстанавливает нам стамину. Вот. Как по мне, это вообще не минус, потому что не всегда получается делать именно идеальный перекат. Но вот эта фишка с куда более дольшими фреймами уязвимости, она прям хороша. Мне кажется, это надо как-то забалансить, это проклятие. Что-то типа, я не знаю, увеличение там количества порчи, которые ты получаешь. Или же неидеальные перекаты дают тебе порчу, что-то такое. Было бы прикольно. О, проклятое копье, ребят. Темное отражение ударов после идеального парирования. А что такое темное отражение ударов? Интересно. Темное отражение. Но я не буду брать, это слишком много порчи, а копье я бы не сказал, что прям сильное. да и ничего здесь брать не буду. Скорее всего, потопали так. Ты уже проверял, не изменили ли пятое проклятие? Нет, не изменили. Так и есть. Привет, кельничадик. Здравствуй, здравствуй. Все стримеры же левитируют в кресле? Конечно, конечно, это наша маленькая тайна. Правда, все ее узнали только что. Ну ладно. Перекат тратит всю стамину вот и баланс. Нет, слишком жестко будет. Нужно чечечку более щадящие. Так, кидай мне я свое копье. А я твою, твоего ягуара бахну. Так, надо его парировать, научиться, чат. его можно парировать, я точно знаю. Я видел, как другие парируют, я должен это сделать. Ать! Хорошо, ой, хорошо. Чат, удовольствие. Я чувствую удовольствие, оно наполняет меня. найс. Жесть, мы его убили за... за один спаун ягуара. Серьезно. Ну, кроме стартового. Так, убираем эту хрень. Да, после босса мы снимаем одно из проклятий. мы, соответственно, убираем инвизу мобов, потому что это очень жестокая штука. Как ни крути. Так, коготки. О, коготки неплохие, смотри-ка. Плюс один процент урона за каждый очко ловкости, плюс 30 к урону элитникам ТРДТ, плюс 30 процентов урону во тьме. Найс. Берем. Щит. Ну, не знаю, ребят, брать ли щит. Наверное, наверное, нет. Не хочу. Оставим кинжальчик. Мне он больше симпатизирует. Так, у нас денег маловато, пойдем за деньгами сейчас. Так, что у нас тут? Это ужасное проклятие, перекаты во тьму погружают. Вечно на шипы, из-за этого натыкаются. Не знаю, чем оно ужасное. По-моему, ты единственный человек, который сказал, что это проклятие ужасное. Да и потом, зачем торопиться и передвигаться перекатами? Так, окей, здесь спаунер. Давайте его убьем сначала. Окей, справились. Зачем передвигаться перекатами вне буя? Ты просто идешь и все с факелом. Не торопись. Так, окей. Надо что-то... А, стоп, у меня же когти бьют по элитникам. Точно, что я туплю? А то урона маловато немножко. Думаю, блин, печально. на отмену третьего колизея. Ничего себе. Корнелиус у нас задонатил на отмену третьего колизея, ребят. Все, третьего колизея больше не будет. Поняли? Корнелиус сказал, все, отменяется. Спасибо за донейшн. Ать. Окей. Найс. Эхо было? Эхо было и оно до сих пор еще есть. На самом деле его заметно больше, когда ты делаешь вот прям большую громкость, да, и в наушниках смотришь. Но, блин, его очень плохо слышно. Прям, я не знаю, вот чувствуется, как голос троится. Сейчас он перестал троиться, кстати говоря, то есть я вот налепил на эту стенку, на стенку перед собой. Получается, звук теперь не отражается от стены обратно в микрофон. Но у меня еще остался угол с другой стороны комнаты, ну, то есть противоположный. Вот там, если сделать хлопок, я не знаю, слышно или нет, но слышно, как звук резонирует, короче, оттуда. Вот прям он из угла идет, как будто. и то же самое с голосом происходит, когда я записываю видео, потому что, когда я записываю видео, я говорю все-таки громче и ставлю чувствительность микрофона повыше, чтобы вот прям четко голос записать. И это прям иногда приходится даже перезаписывать, как-то потише говорить в некоторых местах и так далее. Проблематично, короче. Теперь 11 рублей на коллизи донатить. Нормально. Кстати, Curse of the Dead Gods напомнил Хейдис. Ну, Curse of the Dead Gods это игра, которая наворовала в наглую просто вещей других игр. Это факт. Но я хочу сказать, что это игра, которая сделала это правильно, которая не просто там типа о, давай сделаем это как вот Хейдис. О, давай билды как-то цел сделаем, да? Они сделали все абсолютно грамотно, в какой-то степени по-своему даже подошли к некоторым решениям. Мне нравится. Тут, кстати, релики, которые... А, ну их не видно. Ну, которые ты вначале выбираешь, получается, вот эти благословения или как они называются. Они, по сути, как амулеты в Холлунайте. Диджей подметил. Я даже и не додумался. Над этим. Окей. Кстати, факел первого левела наносит два урона и пассивно освещает все вокруг. Прикольно. Прикольно. Так, окей, поехали. Поехали драться. Ну-ка. Не надо. Да блин, хочу зарядить атаку, но они не дают мне. Ой-ой-ой-ой. Бывает. Так, эти уже отравленные. С них взятки гладкие. Давайте вот этого челика теперь убьем. Вот видите, отравление оно вроде... Аааа, стамину не проконтролировал, ребят. Отравление оно вроде как не самая эффективная штука в игре, но тем не менее ты можешь просто взять половину хп мобу слить и все, он догорит сам уже. Это полезно. Вот типа все, я могу их кинуть и идти дальше других колотить. Я знаю, что они точно умрут. Окей, не точно. Не точно, ребят. Хиллер жив. Так, следим за стаминой, ребят. Что-то я уже вообще забил на стамину. Не слежу за ней совершенно. Ай-яй-я. Окей. Найс. Для завершения удара серии атак не требуется выносливость. 10 урона на свету. Нет. За каждого убитого врага восстанавливается... Слушайте, можно взять, тем более это оружие тоже с ядовитыми атаками. Почему? бы и не взять. Единственное, что я бы не стал расплачиваться деньгами. Хотя, вот там еще золото впереди есть. Давай тогда расплатим. Все, ладно. Так, изометрический рогалик напоминает другой изометрический рогалик. Ну да. Так и есть. Привет. Здравствуй. Здравствуй, Сарат. Ты знал, что слово Целс переводится как тюремные камеры? Подожди. Чего? Целс это клетка. Ой, Целл это клетка. Подожди, почему тюремные камеры? Хомячок, здравствуй. Роман, тоже привет. Что за игра, то в описании Diablo Curse of the Dead Gods название игры. Да, кстати, Diablo почему-то пишет на Ютубе периодически, я не знаю почему. То есть, я указываю название игры, запускаю стрим или выкладываю ролик и пишет Diablo 3. Я не знаю, возможно, Близзарды сделали Лизард Ютубу, что так происходит. Но вот как-то так. Если убить горящего врага, через некоторое время его вдруг взорвется. Окей, это вот то, о чем я говорил, кстати. Про огненное проклятие. Но у нас все ядовитое, так что проблем с этим не будет. Ну как проблем? Я имею ввиду, мы не строим не билд вокруг этого. Мы потенциально проблем себе не заработаем. Ага. Я зря это делаю. Надо сначала хиллеров убить. Жесть, они вдвоем выхиллюют. Окей. Найс. Вообще, надо кинжалом бить. Потому что кинжал хилит. Точно. Я забыл. Кинжал лечит, и нам надо его использовать. Так, минус 10% стоимости подношения. Давайте, наверное, сделаем вместо вот этого. У нас больше нет, поэтому пофиг на него. Слизко на Армелло похоже. Блин, Армелло слышал название, но не помню, что за игра, если честно. Бабушка продает редис за 10 рублей. Каждый день к ней прибегал парень, давал 10 рублей, ничего не брал. Как-то бабушка поймала его, а он... Вам интересно, почему я не брал редис? Не, редис теперь 20 рублей. Нормально, неплохо. Неожиданная такая развязочка. Так, а здесь еще есть стеночка, да, у нас. Ну, давай стеночка. О, боже. Я гений, чат. Я просто гений. Ага, тут тоже комната с мугами. Ок. Так, подожди, мне надо убивать мобов. Я что-то расслабился. Мне же лечиться надо. Убийство врага с помощью окружения восстанавливает хп. Ну, такое, если честно. Хотя у нас мало ловкости. Нам бы подобрать. Давайте возьмем вот это. Вместо булав. Булаву я себе точно не хочу. Блин, хочется туда пройти теперь. Смотрите, там какие-то проходы есть. Как будто туда можно зайти. Вот такие места в играх всегда меня как-то интриговали, что ли, То есть, что-то как будто вот можно туда пройти, но на самом деле нельзя. Нет, хочется, чтобы была какая-то секретка подобная. Или что-то еще. Так, гу, за деньгами оружие нам не особо нужно сейчас. Можем, кстати, еще на таймер этот сходить заодно. Что, сприятие дает? Больше золота. То есть, здесь три статы, каждый за свое отвечает. Сложение, оно получается, хп дает, ловкость, урон, а восприятие и деньги. Вперед, тюремная камера лучше к игре подходит, чем клетка организма, так как очень значительная часть в игре играет тюрьма. Ну, типа, цел, это как бы клетка. Клетка можно расценивать и как вот клетка биологическая, да, и как получается клетка, именно тюремная клетка. В принципе, логично. Поджог неплохо. Так, копье другое. Стремительная атака действует три раза, плюс 30% по отравленному врагу. О, о, а давай. Это лучше, чем урон со спины. Поэтому, гу возьмем. Блин, там какая-то секретка, да? А, нет, стоп, туда пройти можно. сейчас. Точно. Я сейчас вот так зайду туда. Чего? Словил домок, ребят. Нормально. Окей. Живем. Замобов, которые взрываются от проклятия хп не дают. Которые от яда от яда умирают, они тебе не регенят хп. То есть, вот здесь кинжал, допустим, если он поджигает или отравляет, то убийство ядом не считается за убийство кинжалом. И это беда, да. И это беда. Что за игра рогалик? В сеттинге майя, инков, ацтеков, чего-то подобного. Чувак идет такой, видит какой-то храм, да. Какие-то ворота, пещера, да. Думаю такой, дай-ка зайду. Вдруг что-то интересное тут. А тут дэмэдж в лицо. Блин, надо что-то придумать с ними, а. Мне не нравится, как они расположены здесь. Так. Ага. Найс. Справились. Так, гой отраванем и копьем попробуем побить. Окей. Это работает. Это работает даже хорошо. Так, что у нас здесь? Кольц 45-го калибра. Если достаточно заряда, идельный выстрел и ртт. Урон врагам с полным хп, урон элитникам, ну такое. Кинжал по всем параметрам у нас лучше сейчас. Люди играя обсуждают клетки. Но как бы мы всегда обсуждаем игры, в которые мы играем. На то и этот стрим и создан, чтобы обсуждать какие-то вещи. Да, конечно, мне иногда хочется сделать упор на игре, когда я, допустим, я не знаю, какой-то образовательный контент делаю, допустим, я не знаю, водный забег где-то и так далее. Но в основном я не против обсудить другие игры. только за. Блин, мы сейчас все деньги потратим, которые мы здесь потенциально могли заработать. пытаясь отхилиться параллельно. Кстати, отхилились неплохо, я хочу сказать. Если мы здесь тысячу заберем, то я... А, ну окей, тысячу не заберем. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Окей. Забрали тысячу, ну почти тысячу. Я не против. Потопали теперь за оружкой, можем оружку какую-то хорошую взять. За бабки. Так, а ничего, что в самой игре есть именно биологические клетки, за которые мы открываем контент. Очевидно, что они в названии имеются ввиду. Ну вообще да. Тут просто кто-то говорил именно про тюремные клетки. Потому что они тоже в игре фигурируют. Они действительно фигурируют. Это знаешь как DLC называется? The Bad Seed. Типа плохое зерно, да? А зерно это еще в рогаликах как раз-таки для процедурной генерации используются. Что тоже забавно обыграли. Я долго ковыряю, конечно, мобов этим кинжальчиком, но, блин, мне как-то хим сейчас дороже, Нежели быстро убить мобов. Тем более, что я урон не так уж часто от них получаю, да? Можно, конечно, делать вот так, типа. Ой, рано перекат сделал. Так. Эу! Эу! Окей, найс. Справились. Так. 20 урона по врагам с полным хп, какой же мусорный перк, но, типа, да, он не очень полезный. Скажем так, этот перк полезен, когда ты, у тебя есть ваншот потенциал. То есть, есть какая-то тяжелая оружка, например, которая может ваншотнуть противника, но ей чуть-чуть не хватает. И тогда ты берешь этот перк на 20% урона по фуловым врагам и просто шотаешь. Это вот так работает, допустим, с ломиком в роли, да? Ты можешь себе взять луадера, у нее шифт очень много дамажит, разово, да, бёрст урон, и ты можешь настакать кучу ломиков и шотать этим шифтом просто на изи противников. Естественно, на каких-то быстрых атаках или когда у тебя нет ваншот потенциала, то да. Это бесполезно, по сути. Отделся для третьего Диабла? Нет, это YouTube шалит и почему-то назвал игру третьим Диабла, хотя я указал название. Curse of the Dead Gods игра называется, если что, если интересно. Так, новый кинжальчик, ну-ка. 30% урона во тьме, уклонение такое же, и реген еще есть. Давайте берем, берем, отлично. Я не против. Знаете, надо убивать мобов фулкинжалом, или их можно побить и потом добить? Можно побить, потом добить. Просто боюсь, что я случайно сделаю лишнюю тычку, или яд какой-нибудь дотикает. да, дьявол похорошего, ребят. Честно говоря, вот такие игры предпочитаю больше, чем дьявол, например. Тут хоть какой-то челлендж есть, а не просто гринд. так. этот босс был достаточно сложным на бета-тесте, потому что он закидывал всю арену просто этими шариками, причем они не кучковались, а вот именно рандом, куда упадут эти шарики, он был очень жестоким. он буквально всю карту просто охватывал, и ты не мог доджить нормально. Сейчас что-то переделали, и этот босс стал вполне проходим. Ой-ой-ой. Ну-ка, давай-ка ты в свою дневную форму вернешься, Окей. Что-то я немножко тороплюсь. А я ты как не задел свою хрень. Как он не задел свою хрень? F. Оказать, я в рандомном порядке кнопки швы. Если честно, ну ладно. А-а-а-а! F. окей давайте кинжалом добьем чуть поригенится регенился найс блин я на самом деле понимаю как работает этот пост но я все еще не отточил его до такого чтобы прям вот проходить его с потери чем с потери меньше чем в половину хпс скажем так вот да с ними в это проклятие найс в принципе нам хватит дойти до 3 босса мы вряд ли слоем третью выдачная пятую курсу подношение золотом ну наверное не имеет смысла это уже брать я думаю у нас и так уже достаточно денег маккана есть без ядовитых атак и без урона во тьме без ничего вообще что-то как-то грустненько хотя показывает что урон больше с другой стороны маккана бьет медленно давайте уж так пойдем да можно зайти в хэван похилиться камбэк из рил босса кинжалом зачем я кстати да потом уже понял что зря я кинжалом босса бью но начал просто я не знаю рандомно кнопки нажимать все статуи ягуара теперь стреляют огненными шарами да теперь даже не активные статуи стреляют у нас есть такое здесь факел не горит держу в курсе я думаю столько нам достаточно будет будем брать лишний карабшин да для тех кто не в курсе это по сути хилка но при этом за хил ты расплачиваешься лишней порчи то есть ты получаешь порчу на каждый отхил хилиться по моему можно до пяти раз здесь да отбитый босс какой-то да не не отбитый он предельно понятный он предельно понятный просто я чё-то расслабился и давайте дохилимся до конца наверное да попробуем по крайней мере вдруг получится получилось проверяй ладно надо стамину просто экономить вот и все вот и вся наука так поехали дальше что у нас здесь есть без гэмбит ощущается как бласфемус который не был бы душным говном но слушай возможно я заинтересован но правда когда его проходить я не знаю о боже здесь тоже шпы есть окей не знал ссори печально что мы здесь дамаг словили конечно так 15 процентов урон от ядов у нас кстати есть такая штука у а это че такое расходуется для восполнения 50 процентов здоровья при получении смертельного удара кстати а а сколько у нас комнат до босса раз-два-три-четыре-пять на то есть мы сотку карабшина еще ловим это у нас будет третье проклятие 50 и еще 90 окей мы укладываем сюда если возьмем это сейчас а круто на бесполезный предмет есть такое ну я просто хочу сейчас взять это чтобы подольше побыть на последнем боссе чтобы понять его атаки потому что я чувствую что я приду на последнего босса и быстренько умру такая вот история учились парировать в итоге снова забыли да блин некогда парировать там всякие тяжелые мобы появились плюс я еще не знаю можно ли парировать взрывы и вот этих не не знаю роботов не роботов ну которые стреляют бирьят ну типа да но типа хрен знает тут 8 к ловкости есть да это правда но здесь 6 к ловкости есть тоже неплохо дай дорогу дра стой подавился чудо сорян кстати можно выкинуть восприятие вообще госприятие выкинем а нам уже не нужно в любом случае чтобы сложнее не терять 40 когти скорее всего поменяешь что у меня еще есть копье а ну копье не улучшится ладно окей уговорили чат не буду казуалом возьму урон не буду брать хп да где шипы помянем все равно я пользуюсь кинжалом они ядом д вот это большая моя проблема сейчас там шипы же я знал что там шипы я знал что там шипы я я знал это почему я туда пошел не знаю но гей ладно 20 процентов ко всем эффектам исцеления вот это уже можно взять кстати говоря это уже можно взять вместо чего место место вот этого наверное или вот этого жадный таймер чё нам вообще нужно здесь у нас осталось то купить релик нам осталось купить чё статы возможно кстати мы на оружие пойдем они на статы давай наверное вот так сделаем да 10500 хп жесть правда максимального не текущего вторая тычка темного переката да камон тут запомнить комнаты и все и и знать где эти ловушки точнее видеть где эти ловушки не нужно я просто это мой второй раз когда я захожу на этот этаж естественно я еще не знаю не запомнил где чё лежит о май гад а вот в этой комнате я умер прошлый раз кста держу в курсе потому что я так же всех забайтил мобов ну да ладно комнаты с золотом вообще не хочется в них идти последнее время потому что они какие-то душные все реально такое ощущение что именно в комнатах с золотом очень много врагов так найс ну и потом даже если учесть что ты иногда будешь ловить случайно там дамаг с этих с ловушек бенефит темного переката вот то что я очень много ситуации спасаю им перекрывает этот дэмаж мне кажется мне кажется важнее ну лучше один раз наступить на лишний шип нежели словить там пять лишних тычек я так считаю так атаки дает меньше разложения у нас и так разложения тупо ноль третий этаж и только третье проклятие щас будет а не отхиделся кста с моба сейчас его ядом добьет да не нормально окей 1600 хп кстати неплохо еще мешает что выносливец при перекате не регенится сначала не обращал тогда а это проклятие оно убирает восстановление стамины при идеальном перекате вот это вот типа минус но я его вообще не ощущаю разложение ну порча короче справа внизу как только полоска добирается до ста то мы ловим проклятие случайное некоторые же арони не сжигаются ну и ладно у меня в принципе когти дамажит от тьмы да да правда я ими не пользуюсь ну да ладно но опять таки каждый играет как ему нравится кто-то играет тяжелыми оружками например да кто-то играет быстрыми оружками кому-то нравится такой перекат кому-то не нравится все таки это как-то больше я бы назвал два принципиально разных подхода играть допустим от идеальных перекатов или играть от фреймов неуязвимости они равны по значимости по сути оку возьмем криты по боссам может быть оно неплохо дамажить будет так окей а там что то есть ничего нет выстрелы шаров можно парировать да я в курсе можно вообще все парировать практически здесь мне интересно другое можно ли парировать вот этого чего которое только что убил мне кажется нет потому что там взрыв идет именно а слушайте мы почти фулл хп отрегинили кинжал который мы взяли по сути в начале игры просто тащит катку всю а так вот затестим кстати оружие на элитниках элитники что же больше урона получает ой ну что такое ребят кинжал это больше наносит именно по дпс да а хотя ну не знаю вроде норм но все равно мне как то проще вот таким стан локом держать противника чаще убить еще и похилиться в конце да правильно ведь он меч и сейчас будет неплохо дамажить тут каждый второй враг элитка возьми меч а ты про я понял про что ты про 2 ручку единичный урон не может превысить 15% максимального здоровья надо это взять наверное 45% урон от ядов чат жесть не кого-то это возьмем типа это нам поможет на боссе пожить и задоджить 6 тычек это важно ну и плюс еще хп больше дают урон от яда я не знаю типа я вообще не ощущаю урон от яда здесь и когтями почти не пользуюсь поэтому я не уверен что это вообще полезно будет сейчас дружки больше потолка а вот это справедливо да есть такое задоджить вытанковать да именно go damage давайте хорошо хрен с вами чат возьму только вместо чего о реген я оставлю а вот у нас есть благодаря тому что ты играешь в игру спорчите я могу взять в ггг что такое ггг не в курсе блин мы потеряем 3 сложения и вместо этого возьмем восприятие которое нафиг не нужно может ну и нафиг чат мне кажется восприятие уже поздно брать маленечко так чуть-чуть совсем бери щит я тоже думаю лучше щит взять потому что был бы здесь еще дэмэдж с ловкости я бы еще понял ну я имею ввиду вот плюс 6 к ловкости я бы еще понял а так ну типа не знаю го брать все таки щит а на щите да ну хп ладно ну хотя бы не восприятие гора гнилого господина что то я не очень понял референс ну ладно так ой хорошо всех просто всех просто по голове так ой 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 течку слоил вообще план был отхилиться ну да ладно отхилился проверяй пожадничал ну ладно 2000 хп есть нормально вернули себе наш 2011 еще и 1000 голды забрали ну правда деньги уже не нужны там наверное остатки напоследок возьмем ну да остатки тут и остались как раз что за милость это рерол как в хейдисе то есть ты можешь потратить эту милость чтобы рерольнуть то что тебе предлагается окей ягуар там что то сидит чилит я смотрю да иди сюда а аааааа оно же не горит чат оно ж не горит лол я не могу поджечь ловушку потому что факел не горит в темноте вот это кек вот это фиаско сейчас было ну ладно Кстати, я мог сделать вот так, в принципе. Но уже нет смысла. Окей. Что у нас здесь? Наверняка шипы где-то должны быть. Да, смотри, шипы. Ага. Здорово. А я могу... О, я могу разбить эти ловушки. Найс. Я доволен. Так, берём всё, конечно же. Но, блин, почему... Стоп, мы можем рерольнуть? Нет, мы не можем рерольнуть. Блин. Вот это плохо. Я надеялся здесь найти ловкость. Ну, чё уж поделать. Возьмём всё, конечно. Но ловкости нема. Увы и ах. Черепок забыл. Да пофиг. Типа не сказать, что... Прям вот потеря одного черепка... Это что-то прям критичное. Они тут, вон, сотнями за забег набираются. Поэтому не страшно, думаю. Так. Приятный вот этот звук. Как будто стекло разбивается. Когда ты тычку... Отменяешь шмобу. Очень приятный звук. Ой, чёрт с ним. Потопали к боссу просто. Просто к боссу потопали. Потеря черепка это минус забег. Ну всё, да. Да, в комнате с чаном можно... Здесь вообще везде можно просто скипать награду и идти насквозь. Можно даже и мобов скипать, если они не забайтились. Вот как мы сейчас сделали, да. Так, окей, господа. Босс файт. Давайте соберёмся. Вспомним, что с ним надо делать вообще. Пробивается неплохо вроде. Кстати, в спину дамаг больше проходит, да? Ой, ё-моё, чат. Он ещё и крутится, батюшки. Окей. Липкие атаки от наших всего, господа. Ага. Ага. Кстати, забавно, но я типа в темноте нахожусь. Игра считает, что я в темноте. Окей, я в принципе понял, что делает босс. Осталось лишь закрепить. И не рашить сильно. Не в огонь не наступать, кста. Это самое важное, наверное. Угу. Окей. Главное, чтобы он эту ОЕ-шку в маленьком кругу не заюзал. Это самая неприятная история. Так, сейчас ещё новенькая будет, наверное, да? Ай-яй-яй. Подгорел. Подгорел, проиграл. Так-с. Окей, взорвался. Блин, он сейчас... Он сейчас, скорее всего, будет юзать свою взрывную атаку. И это беда. Я не хочу в центральном кругу взорваться. Окей, он меня пожалел. Бегать за ним далеко приходится. Вот это прям проблема большая. Ты либо тратишь тамилу, чтобы добежать до него. Либо ты... Не наносишь урон. Окей. Ой-ой-ой. 400 урона. Вау. Неплохо так подгорели. О. Здорово. Ну, лучше у с огня урон получить. Если уж на то пошло, да? Ё-моё. Так, чат. Нельзя. Нельзя умирать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай. Давай. О, хорошо. Прям, знаете, в горелке добил его, ребят. Хорошо, что в катсцене я не горел дальше. Фух. Ну что, господа. Поздравляю. Поздравляю. Мы прошли игру. Прошли игру. Ну, как сказать, прошли игру. Мы прошли третий данжик. Есть еще четвертый. Он такой же по длине, но он, говорят, усложненный будет. Он, говорят, будет сложнее. Давайте. Зайдем сейчас. Посмотрим. Тамак пробуждается. Ага. Нас убил храм, ребят. Нас убил храм. Тамак. Ага. Ага. Ага.